И вена кружилась и пела, как будто собралась игра. Среди тех, кто кружится в вальсе, Владимир и Тамара Потлаховы. Говорят, для них очень важно таким образом почтить память сражавшихся за победу. Конечно, очень трогательно, очень волнительно. Сам по себе и праздник для нас всех очень святой. Готовились туда действительно долго, больше года, ходили часто. В этот день весь парк олицетворяет настроение весны 45-го года. Всех желающих знакомят с играми детей войны. Это катание колеса. Колеса диаметром 20-40 сантиметров толкали проволокой. Еще одна игра также с использованием подручных средств городки. И первая и вторая по-настоящему объединяют, отмечают оренбушцы. Да, потому что все вместе же играют в группы в эту игру. Переходим в другую часть парка. Наше внимание уже захватывает музыка. Здесь даже можно услышать музыку после военных лет. Есть настоящий патефон 1938 года. Вот как он звучит. Попал он сюда из блокадного Ленинграда. То есть, женщина, хозяйка которого была, она здесь, ну, весь блокадный Ленинград вправе. Пробыла там. Потом он у нее сломался. Попал он к ремонтнику. Ремонтник его починил. И он долго искал человека, который бы этот патефон, ну, как бы, использовал по назначению. Звучит танго-фокстрот. Теперь, чтобы сохранить память о хозяйке устройства для проигрывания граммофонных пластинок, проводят лекции и взрослым, и детям. Не погрузиться в атмосферу победного мая сложно, ведь все участники реконструкции в форме. Это форма полностью реконструкция. То есть, это прямо правильная форма, которая была в 1945 году. И да, это на самом деле отдельное направление. Это прям экспертная работа историческая. В этот день вспоминают и участников специальной военной операции. Весна 1945 года – совместный проект Оренбургской региональной общественной организации по возрождению русской культуры «Пересвет» и губернаторского историко-краеведческого музея при поддержке Министерства культуры региона. Как отмечают организаторы, в формате, когда задействован весь парк, это событие проводится впервые. Но надеются в дальнейшем расширить границы и привлечь больше жителей Оренбургской области. Елена Еремина, Игорь Бероев. Новости дня.